Изучая ваши новости в социальных сетях, за последние сутки мы все редакции пришли к выводу. Сегодняшний интернет-обзор объединяет слово «внезапность». Итак, следующие несколько минут мы посвящаем вашим неожиданным открытиям и порой парадоксальным выводам. Парадоксы и неожиданности подстерегают нас буквально в каждой ячейке мордовского сегмента всемирной сети, даже там, где принято хвастаться. Вот, например, Лиля Моисеенко призывает восхититься любимой собакой Сергей Балаев маленьким грустным котиком. И внезапно, посреди всей этой милоты, Ольга Кошелева хвастается тем, что ела акулу. И этикетку из супермаркетов доказательства предоставляет. Неожиданное открытие Ольги Кодировой тоже связано с нетрадиционным объединением живности и человеческой пищи. Эти фото лежат уже в плоскости позорных явлений нашей торговли и пищевой промышленности. С этим согласны почти 700 участников опроса. Комментариев больше полусотни, и среди них встречаются столь же аппетитные фото из личного опыта комментаторов. А вот наш старый знакомый Валентин Ерочкин предлагает простой выход – печь самим и пенять, в случае чего, на себя. Но если насекомые, скорее всего, уже мертвые, то вот эта крыса вполне живая. Ее снова-таки внезапно обнаружила Татьяна Луконина в унитазе. Дело было в многоэтажке на улице Ульянова, в обсуждении уже более двух сотен пунктов. Большинство комментаторов просто в ужасе от перспективы познакомить свое мягкое место с пронырливым грызуном. Но есть и те, кто уверен, крысу в унитаз специально бросили. Сама Диана попасть туда никак не могла. Специально для таких Алиса Буляева при поддержке очень авторитетного источника проводит ликбез. Водяной замок это умное животное преодолевает в два счета. Водные процедуры стали внезапным открытием и для Романа Кострова. Он увидел и снял на камеру, как их проходит городская маршрутка. Все просто, нужна только щетка и лужа. Место действия – поселок Елга. А в комментариях есть еще несколько адресов с качественной дорожной жижей. А вот эта неожиданная встреча состоялась на светотехстрое. Машина стоит явно против правил на пешеходном переходе. Но защитники этого водителя говорят – грех небольшой, ведь никому никто не мешает. Кто-то спрашивает – что ж он тогда на остановке не припарковался? Мы отвечаем – все просто. Автобус большой, железный и много весит. А пешеход маленький, мягкий и обойдет. Пешеходов иногда тоже обходят. На улице Симашка, например, их обошли серьезные неприятности. Как сообщает Сергей Хитров, кто-то внезапно выкинул с балкона телевизор. Обсуждение того, какой канал искал или что мог смотреть не в меру нервный телезритель, затянулось на сотню комментариев. Самый популярный – Дом-2. А вот такой телевизор в окно уже не выбросишь. Тем более, что это и не телевизор вовсе, а лазерная проекция в честь 23 февраля. Ее могли видеть жители Юго-Запада. В сети это видео появилось, правда, только 28-го, что, согласитесь, довольно неожиданно. Однако поздравления, тем более необычные, это хорошо. Поэтому автор ролика Сергей Рязаков получает наш редакционный лайк. На этом все. Делайте интернет интереснее. Смотрите ваши новости в наших новостях.